Добрый день! Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия – трейдер». Это продолжение вебинаров и подготовительная часть к серии вебинаров «Торгуем по Золотому Кресту» апрель-май. Сегодня рассмотрим позицию по торговой системе. Если меня слышно, прошу ответить плюсиками в чат. Итак, продолжим. Еще раз добрый день! Моя профессия – трейдер. Тема сегодняшнего вебинара – торговая система. Торговая система подразумевается как совокупность правил, которые позволяют трейдеру входить в рынок, открывать-закрывать сделки, управлять капиталом, выбирать правильный таймфрейм и работать в прибыль. Торговых систем множество. Большинство из них представлены в торговых терминалах МТ4 и МТ5 и в торговых терминалах от других брокеров. Но наиболее известные торговые системы – это системы, по которым строится аналитика и публикуются на различных сайтах. В частности, на Форекс, Пиферу. Там четко аналитика проводится по Боллинджер Бенц, по уровням сопротивления поддержки, по мувингам, по стахастику, по Фибо и по Магду. То есть, это основные торговые системы, которые применяют большинство и аналитиков, и трейдеров. Также еще существует торговая система, построенная на опционных уровнях. Опционные уровни тем характеризуются, достигает цена или не достигает его, и трейдер получает премию, или с его счета списывают комиссию за открытие сделки. То есть, на самом деле, успешных торговых систем не очень много. Главное – четко разработать правила и следовать им. Вкратце можно рассмотреть, на примере торгового терминала МТ-4, обозначенные системы. Они достаточно просты. В основном-то эти торговые системы построены на достижении пересечения индикаторов и цены. Это Боллинжер Бенц, Мувинги, Макт, Стохастики и ФИБУ уровни. Торговая стратегия по уровням, по уровням цены, по уровням сопротивления и поддержки – это несколько иная система. Система, больше построенная на основном индикаторе цене и объемах, на которых цена разворачивалась. Отсюда образуются уровни сопротивления и поддержки. То есть в этой торговой системе по уровням цена-объем сопротивления и поддержке взаимообусловлены. И знание этих правил очень помогает трейдеру. Также необходимо отметить, что таймфрейм, на котором происходит образование ценового уровня и формируется линия сопротивления поддержки, подтвержденной объемами, наиболее хорошо выясняется на больших таймфреймах. Поэтому перейдем к торговому терминалу. В случае сбоя зала-вебинара я переподключусь. Сейчас на мониторе у вас представлена моя торговая рабочая система, построенная на тех же мувингах. На подобии МАГДА или мувинга с опережающими параметрами. И я могу совершенно спокойно переключиться на любую из торговых систем, о которых я говорил в начале. То есть все эти системы построены в большинстве случаев на запаздывающих индикаторах. Боллинжер это тот же самый запаздывающий индикатор мувинг, который имеет стандартное отклонение. Параметры Боллинжера можно совершенно спокойно менять и задавать в настройках. Для более быстрой реакции на изменяющуюся ситуацию на рынке. Можно расположить на одном и том же графике тот же Боллинжер с другими настройками. Он представлен в разделе пользовательских индикаторов. Называется БЕНТС. Таким образом, то что мы видим по этому индикатору, пузыри так называемые, в Боллинжер БЕНТС считаются как уровни стоповые или тейковые. Если поменять настройки и сделать Боллинжер более быстрым, задать можно любое значение в Боллинжере, то мы получим возможность реагировать на изменения ценовое немного раньше. То есть для трейдера главная задача является подобрать индикаторы, их параметры, настройки и после этого пользоваться. То есть если на стандартном Боллинжере видны настройки стандартные, немного их изменив, трейдер получает совершенно другой индикатор. Индикатор, который более быстро реагирует на происходящее на рынке. То есть мы видим, что образовавшийся пузырь, так называемое ударное расширение, стандартное отклонение, девиация, это возможный уровень сопротивления поддержки или разворот тренда. Этот индикатор достаточно сложно читается, существует целый набор правил, но лучше пользоваться более простыми индикаторами. То есть можно совместить некоторые из представленных индикаторов в одно окно и пользоваться совершенно спокойно. То есть совмещением индикаторов мы получаем любую торговую систему, которая основана на тех пяти торговых системах, о которых я говорил в начале. То есть для трейдера на начальном этапе, когда он выясняет, что индикаторы, которыми пользуются большинство трейдеров и брокеров, аналитиков, по ним проводят анализ, возникают понятия о дивергенции и конвергенции, о накопленных дивергенциях и конвергенциях, о таймфреймах, об уровнях сопротивления поддержки ценовых уровнях, то трейдер может настроить любую торговую систему на общепризнанных индикаторах и ими пользоваться. То есть выдумывать ничего не надо. Если у вас возникают вопросы, прошу задавать в чат. Ну, к сожалению, система вырубилась, я должен переподключиться. Вопросы по этой части вебинара появились у вас? То есть трейдер на первичных этапах трейдинга должен экспериментировать с индикаторами, выбирать таймфрейм правильно, это уже психология, научиться управлять капиталом, в капитале всегда выделять рисковый капитал, то есть капитал, которым трейдер может рисковать и не бояться его потерять, после этого на рисковом капитале и подобранных индикаторах торговой системе совершать сделки и четко соблюдать любые правила. Многие трейдеры пользуются правилом, что если совершены подряд 1, 2, 3 сделки в убыток, то в этот день трейдер больше не торгует. Это хорошее правило, потому что имеет накопленный эффект усталости от трейдинга, это значит попадать постоянно в зону лишения или в зону депривации, то есть таким образом лучше торговать умело, отдохнув и не перегружаясь. Вы подготовьте вопросы, я пока переподгружусь, подключу и положим. Итак, продолжим. То есть как обращаться с индикаторами в любом из терминалов я уже показал. Это можно делать с любым из индикаторов, подгонять под собственность или торговлю, но не очень усердствовать. В основном-то торговая стратегия по уровням подтверждения ценой, объемом, долгосрочными линиями сопротивления поддержки и применения к этой торговой системе любых из индикаторов, которые могут показывать дивергенции, скрытые, накопленные, конвергенции, согласованное движение цены индикатора, скрытые конвергенции, это при переходе на больше таймфрейм. Все эти торговые системы позволяют трейдеру находиться в рынке и успешно торговать. Давайте рассмотрим торговую систему по уровням. Цена, сопротивление, поддержка, накопленные объемы. Итак, давайте рассмотрим торговую стратегию по ценовым уровням, подтвержденные объемами на больших таймфреймах и сделаем разворот на уровням на любом из инструментов, которые представлены в торговой платформе МТ-4. Сделаем торговую стратегию по ценам. Сделаем торговую стратегию по ценам. Лучше всего, конечно, взять наиболее часто торгуемую пару, в частности, USD, японская иена или евро-USD. Ну, давайте рассмотрим USD, японская иена. Даже без применения индикаторов видны сформированные зоны консолидации цены, так называемые ценовые уровни. Разворотная зона, линия сопротивления, поддержки. И зона пробоя. То есть все торговые системы сводятся к цене, к ценовым уровням. К индикаторам, которые определяют ту или иную скорость отбора цены на истории и пролонгируют в будущее. Таким образом, на первый взгляд видно, что был пробой ценового уровня, возврат в торговую зону и дальнейший пробой. То есть мы имеем два пробоя. Есть такая торговая система, КИС называется, которая переводится как торгуй по наиболее простым правилам. То есть если мы видим на большом таймфрейме, на дейле, какой-то ценовой уровень, то можно просто от этого уровня стать вниз и стать вверх. Один ордер закроется в плюс, другой в минус. То есть стоп, лоссы и тейк профиты обязательны. Это мы рассматриваем историю и можно было бы сказать, чтобы ордера бы сработали в плюс. Но трейдер вынужден работать с правой частью экрана. То есть с той областью цены, которая трейдеру практически неизвестна и не видна. В этом случае можно применить торговые индикаторы. Как я уже говорил, большинство торговых систем построены на общепринятых индикаторах, по которым проводится и аналитика, и трейдинг большими конторами, компаниями. Которые имеют широкое распространение. Всегда есть некоторая зона консолидации цены. Это основные уровни. Есть движение вокруг некоторого уровня. Есть направление тренда. Есть коррекционный канал. Выход из канала. Его тест. И дальнейшее неизвестное движение. То есть сейчас можно сказать, что на сутках по паре USD и японская иена формируются внутренние бары. То есть это всегда разворотный уровень. можно посмотреть на истории на неделях. Встречался ли этот уровень прежде? Видно, что этот уровень встречался. То есть цена вошла по паре американский доллар и японская иена в плотный торгово-ценовой коридор. Таким образом, даже без применения индикаторов трейдер уже может принять решение. Продавать вниз или покупать вверх. Так называемый пробойный уровень, разворотный уровень, уровень начала нового тренда, коррекционная зона. То есть все эти понятия взаимоприходящие и изменяемые. Но всегда основным из правил работы является постановка стоп-лосса и тейк-профита. Это обязательные условия. То есть видно, что цена формирует недельный внутренний бар. Формирует в зоне пробойной свечи. Соответственно, переходя на меньшее время, на сутки, видно, что это вторые сутки, как происходит формирование внутренних баров. То есть образуется после пробойного бара второй внутренний бар. Если посмотреть на прежние ценовые уровни, то видно, что поддержкой в этом случае будет являться зона ограниченная в 150 пунктов. Соответственно, на недельном таймфрейме, это очень большой таймфрейм, вполне вероятно, с учетом истории, что цена сходит вниз-вверх, вниз-вверх и так далее. То есть трейдер не знает то, что будет сделано правее текущего бара. На меньшем таймфрейме это определяется как формирование внутренних баров, разворотных баров. Нас интересует не вид баров, а вид цены. На истории эта цена уже встречалась. То есть, скорее всего, вероятнее всего, историзм рынка следующим ценовым движением может быть торговля в так называемом коррекционном канале. Коррекционный канал всегда горизонтален, трендовый канал всегда наклонный. То есть, в случае, если цена проходит выше этого уровня, то следующим сопротивлением будет уровень в 101. То есть, то, о чем многие аналитики уже и пишут, что вполне возможен рост пары американский доллар против японской иены до уровня 100. Таким образом, в новостном режиме проходит то, что Центробанк Японии продолжает интервенции, продает японскую иену. Экономика США выходит из кризиса, сформированы новые рабочие места, профитная сторона американских ведущих компаний очень успешно и удачно. Третье вливание в рынки скорее всего будет не очень значительным. Это мы смотрим на индексах. На индексах видно формирование внутреннего бара, попытка пройти выше и сегодняшнее колебание по индексу S&P говорит о том, что дальнейшего новостного фона для роста индексов, это ведущая десятка Америки, пока еще нет. То есть вполне возможно, сравнивая пробойные бары, коррекция до уровня 1 1545. То есть это простой графический анализ, построенный только на цене и на ценовых уровнях. Главное научиться правильно их читать. я возвращаюсь на пару американский доллар, японская иена. Напоминаю о том, что существует хеджирование, которое принято большинством брокеров США, это покупка американского доллара, продажа индекса или наоборот покупка индекса, продажа доллара. То есть мы видим значимый ценовой уровень, к которому может стремиться американский доллар против иены и видим ценовой уровень, на котором остановился индекс. Соответственно, скорее всего в случае движения к позиции 100.0 против японской иены индексы будут продаваться. Это можно заметить на том, что индексы не растут и формируют внутренний бар. То есть в этом случае можно два раза выиграть и можно два раза потерять. Продать индекс, купить доллар или захеджироваться, продать доллар и продать индекс. одна из позиций у трейдера будет выигрышна. Это так называемое хеджирование. Если вопросы у вас появляются, прошу задавать в чат. след Tribe. Вот показана стратегия, основанная Только на ценовых уровнях Объем был показан как коррекционная зона В которой было совершено большинство сделок То есть много пробойных баров Много внутренних баров Возвращение цены в привычный торговый диапазон И дальнейшие движения То есть эти уровни являются уровнями сопротивления и поддержки Выход за этот уровень является пробойной стратегией Выход за уровень можно просмотреть или определить по стахастику По фибо уровням, по магду, по мувингам То есть все наиболее часто применяемые индикаторы Успешно показывают направление в котором возможно движение рынка Таким образом для трейдера очень важно научиться читать данные индикаторы Итак, продолжим То есть на простом примере по паре Американский доллар и японская иена Я продемонстрировал, что трейдеру можно Торговать гораздо реже и с большим успехом Если пользоваться простой графической разметкой Графическая разметка совершается как в ручном режиме Так и в автоматическом режиме Существует множество приспособлений, которые трейдер может использовать Для определения важных ценовых уровней Это в частности я уже показал Важен не вид бара, который может меняться В зависимости от таймфрейма Важно его название и наименование То есть пробойный бар Локальный экстримум Хай-лоу И внутренние бары Внутренние бары всегда существуют И свидетельствуют о том, что цена находится на развороте Соответственно При формировании внутренних баров На сутках это было видно, как два внутренних бара Которые меньше, чем предыдущий бар И на недельном графике было видно Таким образом Даже такая простая торговая система Как торговля по уровням цены Повторяемость на истории Формирование линий сопротивления поддержки И в дальнейшем выход цены За эти пределы То есть на примере Американского доллара и японской иены При том, что новостной режим Благоприятствует Росту американского доллара Японский центробанк Занимается валютными интервенциями То есть максимально продает японскую иену в рынок Рынок совершенно спокойно поглощает То есть все предпосылки к росту Американского доллара против японской иены И падению индекса Индексов американских рынков То есть их финансовых инструментов Великое множество Выбор правильного инструмента И правильного таймфрейма Одна из задач трейдера То есть в торговой стратегии По уровням Которые включают цену Длительность формирования Разворотного уровня Который является или сопротивлением Или поддержкой То есть коррекционный канал Горизонтальный И выход в трендовый канал Трендовый канал всегда наклонный Таким образом Применяя дополнительные индикаторы Которые Находятся в торговом терминале Большинство брокеров Это в частности Мувинги Представленные В различном виде Ну давайте возьмем Тот же самый Аллигатор Или крокодила Торговая система По Билу Вильямсу Достаточно хорошо известна Установки по умолчанию Формированию ценового уровня По аллигатору Это Свифт так называемый Коррекционного уровня Видно что все линии Соединились воедино То есть все последующие бары Сформированные После пробойных баров Это все так называемые Внутренние бары Это можно увидеть И на суточном графике Два внутренних бара И на недельном графике Один внутренний бар То есть формирование Прежде существует Опять таки Историзм явления Это соединение Линий Аллигатора Который говорит О формировании Значимого ценового уровня И после того Как линии Аллигатора Соединились Происходит движение В данном случае Вниз И в данном случае Вверх То есть рынок Всегда имеет Некоторую цикличность То есть Занимая позицию Рассчитанную позицию На больших таймфреймах Трейдер совершает Меньший сделок То есть Меньшую комиссию Платит брокеру И относится к счету На уровне Риск менеджмента То есть Управляет Рисковым капиталом Не 100 сделок А 10 сделок Таким образом Сохраняет Собственно депозит Видно Что в этой зоне У пары Американский доллар Японская иена Затрудненное движение Как вверх Так и вниз То есть Скорее всего И вероятнее всего Аллигатор Через некоторое время Снова покажет Свиф Это может быть Прежний ценовой уровень Тем более Что видно Что сформирована Очень хорошая Зона поддержки Это зона сопротивления То есть Ценовые уровни Длительность Формирования Разворотного уровня На цене И определение Уровня сопротивления И поддержки Если сюда Поставить Того же Боллинжера Или Мувинги То будет Заметно Что практически Чтение Данных По всем Индикаторам Одинаково Таким образом По Боллинжу Видно Сужение Стандартного Отклонения От среднего Мувинга Расширение Диапазона То есть Трейдер Это может Воспринимать При заходе На покупку Стоповую Позицию Вход Цены Верхний Канал Боллинжера И Формирование Сопротивления То есть Цена выше Пока не проходит Формируется Внутренний Бар Как он Выглядит Это уже Меня не Интересует Свечным Анализом Хаммера Там Стрекозы Там Три Пробоя Там Облако Я не Занимаюсь Это очень Сложно Гораздо Проще Определять Пробои На бар Формирование Или наличие Внутренних Баров И Определение Ценовых Уровней По этой Позиции У трейдеров Будут Вопросы То есть Правила Торговой Системы Всегда Должны Быть Понятны Не Иметь Двойного Толкования То ли Туда То ли Сюда Основным Индикатором Всегда Цена Цена Которая Отражается Возвращается Совершая Три Тест Повторное Тестирование Уровни Сопротивления Поддержки Затем Трейдер Применяет Пробойные Стратегии Все Индикаторы Которые Здесь Упомянуты Всего Лишь Вспомогательное Средство Есть Торговые Стратегии Построенные На Запаздывающих Опережающих На Их Сочетании Но Прежде Всего Трейдер Должен Знать Что Существуют Ценовые Уровни Которые Формируют Глобальные Линии Сопротивления Поддержки Эти Линии Всегда Выясняются На Больших Таймфреймах То Есть На Сутках Неделях Я Как Уже Говорил Применяется Кратность Применения Таймфреймов То есть Если Трейдер Анализирует Рынок На Четырех Часах То Торговлю Он Осуществляет На Тридцатках Или На Пятнашках Меньше Чем На Пятнадцать Даже Тридцать Минут Торговать По Таймфрейму Не Следует Потому Что Возможны Очень Резкие Ценовые Движения Которые Снимают В Большинстве Случаев Всю Прибыль Трейдера И Существует Возможность Что Ваш Брокер Вам Просто Котировку Не Даст Вы Будете Получать Постоянные Реквоты Или Слипич То есть Проскальзывание По Цене Так Называемые Высокочастотные Трейдеры Это В основном Автоматы Или Торговые Системы Которые Работают В рынке По Совершенно Определенным Правилам То есть Если Трейдер Определил Разворот Ценового Уровня Он Включает Автомат Высокочастотный Который Совершает Сделку С Прибылью В 1 2 5 Пунктов То есть Каждый Раз Когда Мы Смогли Определить Ценовые Уровни Коррекционный Канал Горизонтальный Определить Трендовый Канал Или Верх Или Вниз То В этом Случае Включается Торговый Автомат Который Работает В одном Направлении Это Так Называемая Высокочастотная Торговля Вопросы По этой Позиции Будут У вас То есть Большинство Торговых Стратегий Которые Сегодня Перечислял Всегда Строятся От Цены От Длительности Нахождения Цены На том Или На том Или Формируют Сопротивление Или Поддержку Так Называемая Коррекция После Этого Совершается Выход Из Ценовой Зоны И Этот Выход Всегда Формируют Новый Тренд На Примере Пары Американский Доллар Японская Иена Я Показал Возможный Выход Следующий Тренд Этот Тренд Может Быть Подтвержден Как и Старизмом Цены Формированием Пробойных Баров И Внутренних Баров То есть Это Формирование Зоны Сопротивления Поддержки Следующий Разворот На уровне Находится На уровне 100 То есть Американский Доллар Пока еще Не вышел За пробойный Бар То есть Есть Смысл Торговать Или Верх На покупку При При достижении Следующего Ценового Уровня Прежняя Коррекционная Зона Продавать Американский Доллар Покупать Японскую Иену Большим Поспорьем В этом Случае Является Индекс Индекс Который Является Хеджирующим Инструментом И Помогает Трейдеру Сохранить Собственно Депозит На Этой Торговой Системе Представлены Те же Самые Мувинги То есть Параболик Аллигатор Ваттер Опять Мувинг И Мувинги В нижнем Окне Индикаторов Которые Имеют Различные Значения То есть В основном Системы Строятся На Мувингах На Пересечениях Это Аллигатор И Слияние Мувингов Сигнальные Индикаторы Это Параболики И Ничего Сложного В подборе Индикаторов Для Торговой Системы Вообще То Нет Главное Для Трейдера Это Следовать Правилам Которые Он Или Вычитал В интернете На Форумах Попробовал Протестировал На Тесте Или На Демо Счету Или В реальной Торговле Исследование Правилам Правила Очень Просты Чем Больше Таймфрейм Тем Более Успешно Определяются Разворотные Уровни То То есть На Паре Американский Доллар Японская Иена Это Очень Хорошо Видно Что Следующим Уровнем Сопротивления Поддержки Будет Уровень Примерно 100 101 Против Японской Иены Соответственно Здесь Может быть Движение Примерно В 6000 Пунктов То Есть В этой Коррекционной Зоне Открываться На продажу Смысла Нет Никакого Если Трейдер Торгует Долгосрочные Позиции То Смысл Есть Начинать Продавать Американский Доллар От Уровня 100 Стопы Трейдер Уже Рассчитывают В зависимости От Его Риск Менеджмента И От Наличия Средств На Депозите Это Понятно Да Если Возникают Вопросы Прошу Задавать В чат Еще Раз Повторюсь Уровни Для Американского Доллара Японской Иены Уровень Сопротивления Поддержки Следующий Это В пределах 100 0 Соответственно В этой Зоне При Формировании Внутреннего Бара На Неделях Можно Работать На Пробой На Покупку От Уровня 96 70 Продажа Доллара Может Начаться От Уровня 100 Точка 0 Таким образом Простейшая Торговая Система Это Таймфрейм Ручная Разметка Графика Чем Больше Таймфрейм Тем Более Успешна Деятельность Кратность Таймфреймов 1 к 4 1 к 6 То есть Если Анализ Производится На Сутках То Торговля Производится На Часовиках 30 Или 4 Часовиках Если Неделя Для Анализа Трейдерам Берется То Нужно Торговать На Сутках И На Меньших Таймфреймах То 4 1 Час Для Того Чтобы Более Успешно Войти В Рынок По На 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 Все Дополнительные Индикаторы При Определении Зоны Тренда Зон И Зоны Коррекции Это Мувинги Боллинжер Магда Стохастики Фибо Уровни Позволят Трейдеру Более Успешно Войти В Рынок То Есть На Самом Деле Торговые Стратегии Очень Просты Это Стратегии По Работе На Пробой На Отбой На Работу Внутри Коррекционного Канала Если Трейдер Применяет Так Называем Локовые Позиции То Локовые Позиции Следует Применять На Пробое Торгового Канала То есть На Пробое Коррекционной Зоны Если Вопросов У Присутствующих Нет Или Не Все Понятно Я Прошу К Следующему Вебинару Получше Подготовиться Меня Интересуют Ваши Вопросы Потому Что Интерактивное Общение Всегда Более Продуктивно И Я С удовольствием Отвечу На Все Ваши Последующие Вопросы Благодарю За Внимание Удачи В Торговле Удачи Удачи П С Причnal Причны Мой Мой Удачи С Удачи Продолжение следует... Продолжение следует...